Доброго утра, зрители СтопГейм.РУ! Разгребаем новости за последние дни. Начнем с самого свежего. Во втором выпуске шоу Night City Wire рассказали немало интересного о Cyberpunk 2077, до выхода которой остается уже не так много времени. Во-первых, была раскрыта система предысторий персонажа. На выбор предлагается старт в качестве уличного гопника, диковатого родняка-кочевника или лощеного карьериста. Происхождение героя будет сказываться на ходе игры. Белый воротничок вряд ли отыщет общую почву с бандитами, зато с легкостью раскусит уловки корпоративных воротил. Кроме этого, предыстория определит стартовую позицию. Вы можете как сразу начать игру жителям Night City, так и вкусить сперва прелести жизни в пустоши. Откуда до скоростного Wi-Fi и туалета со сливом надо будет еще добраться. Теперь про оружие. Огнестрел делится на три типа. Пауэр. Особо мощные стволы, поражающие еще и рикошетом. Тек. Технологичные пушки с повышенной пробиваемостью. Смарт. Куда вкручен автоматический АИМ, как на консолях. Ближний бой и убийственные импланты, разумеется, тоже на месте. Все орудия разделены по уровням редкости, и легендарные образцы достать будет решительно непросто. Причем имеется в виду не только геймплейный хардкор, но и реальный дискомфорт игрока. Для получения некоторых особенно симпатичных винтовок, например, придется пожертвовать значимыми для ВИП персонажами. Как вам? Ну а чтобы впрыснуть чуть больше радости в мозг, любимые пушки можно прокачать. Обвесы, прицелы, глушители и так далее привносят качественные изменения и честно отображаются игрой на оружии. Чипы повышают характеристики и, само собой, уже не столь интересны. Если вы не чистокровный манчкин, конечно. Теперь бы только ноября дождаться. В Юбисофт кто-то решил, что кинематографический трейлер Assassin's Creed Valhalla недостаточно хорош. Вернее, недостаточно хорош там главный герой Эйвор. Быть может, героиня справится лучше? Не вопрос. На место Эйвора поставили Эйвор. Хорошо, что скандинавские имена можно склонять. И вот новый ролик готов. В остальном все осталось прежним. Викинги спасают детей, строят города и терпят наветы коварных англичан. Разве что музыка немного изменилась. Звучит в видео ремикс основной темы игры. Вероятно, это связано с выходом второго мини-альбома композиций Valhalla, получившего название The Ravens Saga. Отыскать его можно на стриминговых площадках. Когда появились первые намеки на то, что вселенные Control и Alan Wake неким образом связаны, радости фанатов не было предела. И вот дополнение О, это название такое, теперь официально прочно связывает оба проекта, а разработчики уже практически открытым текстом заявляют, что это только начало. Игры Remedy на самом деле давно объединены в мультивселенную. Ну, кроме Max Payne, судя по всему. Там права остались у Rockstar. А вот Quantum Break идейно и стилистически в такой общий мир вписывается. Так что, возможно, в будущем нас ждут пересечения и за пределами свежего дополнения для Control. Последняя, кстати, в этом месяце должна появиться и в Steam. Другой запоздалый гость добрался, наконец, как до магазина Valve, так и до Epic Games Store. Horizon Zero Dawn вышла на PC, где удивила почтенных бояр непривычно высоким ценникам и техническим состоянием. Оптимизация у игры 2017 года оказалась очень так себе, и периодические вылеты ситуацию не то чтобы делают лучше. Сами разработчики предупреждают, что настройки анизотропной фильтрации пока не работают, в некоторых сценах игра подвисает, ряд анимаций существует только в режиме 30 кадров в секунду, а компиляция шейдеров при первом запуске запросто может занять 15 минут. Возможно, все это и обусловило смешанные отзывы в Steam. Так что, если вам не горит, то с покупкой игры, возможно, стоит повременить до спасительных патчей. А пока доделывают Horizon, можно вернуться в GTA Online. Нет пока не за свежими грандиозными авантюрами. Неразграбленных игроками мест уже не осталось, а новые пока только строятся. Зато с сегодняшнего дня там доступна еще одна цепочка миссий с глубоководными погружениями, побоящими на гребнях волн и прочими курортными увеселениями. А также новые схватки, противоборства и, разумеется, дорогие автомобили. Вы же должны захотеть куда-то потратить кучу денег, которые чуть позже вам великодушно предложат украсть. Кстати про деньги. Вы никогда не задумывались, кто донатит тысячи долларов именитым стримерам? Как выяснилось, не только арабские шейхи и продавцы медицинских масок. Любопытную с практической точки зрения историю поведал сайт DotE Sports. Некий подросток и, отмечается особо, любитель Fortnite, применив хитрость и наблюдательность, получил доступ к маминой дебетовой карточке. После чего, как можно понять из начала новости, спустил все деньги на любимых стримеров. Почти 20 тысяч долларов. То, что мама у него оказалась женщиной героической, подтверждают хотя бы ее первые действия после обнаружения в семейном бюджете пробоины размером с Эверест. Вместо того, чтобы загуглить адрес ближайшего детдома, она начала писать всем, кто хоть как-то с транзакциями был связан. В банк, стримером, в службу поддержки Twitch и Amazon. Везде ей либо сообщали, что ничем помочь не могут, либо отвечали молчанием. В итоге, по совету анонимов с Reddit, женщина обратилась в компанию XSolo, которая как раз платежи для Twitch и обрабатывает. И что бы вы думали? Деньги через некоторое время вернули. Почти все. А сыну в наказание сократили игровое время до... одного часа в день. Видимо от того, что солидную сумму все же удалось раздонатить обратно. Надеюсь, вы это знание однажды против нас не используете. Тем временем на StopGame.ru появилась масса всего интересного. Обзоры игр The Feud Wild West Tactics, Other Side, Company of Crime и Scully. Материал о том, как пишет музыку Оливье Зервье, а также видео Ивана Лоева, из которого станет ясно, что позволяет увидеть игровой звук. Не скучайте и хорошего вам дня.